Дорогие друзья, приветствую вас в онлайн школе «Русская роспись». Мы организовали эту школу 5 лет назад совместно с Татьяной Пушкуновой, она продюсер, и со мной художником-преподавателем Зинаидой Голубевой. Здесь по авторским медпрограммам Зинаиды Владимировны вы сможете освоить художественную роспись по мотивам русских народных промыслов, также декоративную живопись и иллюстративную графику. Зинаида Владимировна художник, мастер народных промыслов, преподаватель высшей категории. Уже более 25 лет она преподает как взрослым, так и детям любого возраста, с любого уровня подготовки и декоративно-прикладного искусства. Дорогие друзья, я не только преподаватель, но и в первую очередь художник. С народными художественными промыслами России я знакома не понаслышке. Более 9 лет я рисовала хохлому образцы на фабрике серной хохломы. Работала на Дмитровском фарфорном заводе, а также изучала кжель, ювелирное дело и 3 года занималась ростовской финифтью. А также я совмещала преподавательскую деятельность все эти годы. Работая в гимназии искусств имени Анны Андреевны Ахматой в городе Пушкине, имела свой первый и единственный класс по народным промыслам России и сотрудничаю, внешертатный я сотрудник Академии постдипломного образования в Санкт-Петербурге. Все эти годы параллельно у меня есть народная художественная студия в городе Луги, там где мы и проживаем. А сейчас я преподаю в волной школе русская роспись. И сейчас мы хотим предоставить вам серию пробных уроков, на которых вы сможете познакомиться с различными жанрами декоративно-прикладного, искусства, росписи, выбрать для себя то, что вам больше по душе. Ну а на этом видео мы кратко расскажем о них, чтобы вам было легче выбирать. И сейчас мы представим наши курсы, покажем некоторые работы с курсов эскизы, чтобы вы могли с ними ознакомиться. И один из первых наших курсов это роспись в стиле хохломы. Конечно, дорогие друзья, здесь на экране вы видите образцы с курса верховая роспись. После этого курса мы изучаем фоновую роспись. Она идет вторым курсом и считается более сложным. Следующий курс, самый сложный, но самый обаятельный, самый красивый, очарующий, это курс Кудрина. Ну а следующий наш курс на базе известнейших техник росписи, это роспись по мотивам к желю. Дело в том, что мы здесь рисуем с вами водорастворимыми красками и используем мазок не одним цветом, как это делают на фабрике. Там идет мазок одним цветом, пигмент черного цвета, после обжига он становится синим. А здесь мы рисуем с вами адаптированно, но изучаем и различные виды композиции именно по канонам жерстской росписи. Хочу отметить, что в нашей школе идет обучение самыми доступными материалами. Это водорастворимыми красками, такими как темпера. Темпера поливинилоацетатная. Самый предпочтительный завода Невская палитра мастер-класс. Ну, а если это такой незнакомый материал, то могут использовать более широко известные акриловые краски и даже гуашь. Да. Да, то есть, конечно же, на промыслах используют чаще всего более сложные материалы, пигменты, масляные краски. Но это сложно в домашних слоях повторить. А водорастворимые доступны для взрослых и детей. И вот следующий курс у нас тоже на базе традиционных народных промыслов. Он авторский, называется «Свободная кистевая роспись». Он есть как роспись круглыми кистями, так и плоскими. У нас несколько курсов создано по этой теме. И посмотрите, насколько многообразны композиции, которые можно создавать этим приемом. Многие знают этот прием как технику двойного маска, реванстрок. Но есть и русское леса этого, более древнее это искусство, которое пришло к нам из Нильной Тагильской росписи. То есть, в роспись двойного маска можно рисовать и сюжеты с животными, птицами, иллюстративные такие открыточки, букеты цветов, травы и даже пейзажи. Вот у нас есть такой курс «Деревенька моя», где вы можете изображать животных на декоративных композициях, как в пейзаже, так и с орнаментом. Вот такие интересные. И вот очень интересные работы есть для детского творчества доступны, есть более сложные для взрослых. Конечно, этими сюжетами можно декорировать и детскую комнату, и мебель, и какое-либо изделие сильнее. А также у нас есть более сложный курс, это уже верхняя ступенька изучения свободной кисти в росписи, создание интерьерных панно, называется этот курс «Портреты цветов». Здесь на экране выставлены несколько композиций с этого курса. Вы научитесь рисовать крупным планом и клевер, и лилия. Это выполнено декоративной манерой, но цветы узнаваемые. Здесь есть одна секретная техника. Здесь применяется в качестве дополнения теплой растяжки на стой кофе. В нашей школе есть и курс по росписи в стиле Жостова. Конечно, вы знаете, что традиционно Жостова пишут масляными красками, но можно прекрасно изобразить жостовские сюжеты, следуя всем, практически всем этапам росписи, но с помощью водорастворимых красок. Посмотрите, какие интересные композиции. Есть и небольшие, и очень крупные композиции в наших курсах, на черном фоне, на цветном фоне, на светлом. Но все это тоже вы сможете освоить на курсе «Букета Жостова». И у нас есть еще мини-курс, который называется «Роза земляника», где четко, поурочно показано на каждом уроке, как нарисовать определенный сюжет. Креперными красками, акрилами красками и художественной гуашей. Использовать все сюжеты можно, расписывая домашние суммиры, сумочки, шкатулочки. А в частности, вот у меня поступил такой заказ для салона «Тату» в Швейцарии. Они тоже любят жостовские узоры. В нашей школе есть еще интересное направление, это изучение малоизвестных техник росписи. Так как мы проживаем в Ленинградской области, и наш регион северо-западный такой большой, обширный, не многие знают, что у нас есть, были в нашем регионе, два вида художественной росписи. Это роспись санкт-петербургская. Петербургская роспись. Она, конечно, сейчас уже в интернете вы можете найти сведения или увидеть, но на самом деле она не настолько малоизвестна, что везде все повторяется. Однотипно мы изучали ее благодаря тем людям, которые посвятили много времени, часть своей жизни, восстановлению этой техники росписи. Благодаря ему был создан такой курс. Здесь есть сюжеты традиционные, так как в этой росписи присутствуют мотивы цветов летнего сада. Также авторский курс «Стилизация декоративного пейзажа с видами Санкт-Петербурга». Вот это все тоже вы сможете расходить на курс. Курс «Белая ночь» называется. Не только технику росписи, но и как стилизовать узнаваемые памятники архитектуры таких вот композициях. И еще один путь, который сейчас посвящен у нас технике росписи, малоизвестной, но сейчас восстанавливается этот промесл. Это волховская роспись. Очень уютная такая домашняя, интересная техника. Она к нам пришла от росписи и прялок. Здесь есть сюжеты как традиционные, так и уже добавления авторские, какие-то птички или рыбки. Тоже роспись интересная и несложная, доступная даже детского для детского творчества. Одним из курсов, который можно назвать авторским, является курс наборной техники росписи. Он был создан по мотивам учебника профессора Бадаева, который называл эту технику «Уралосибирской». Но она больше, конечно, носит такой авторский характер, и мы ее назвали наборной. От слова набирает. Набирает несколько оттенков на одну кисточку. И вот создаются такие многоцветные сюжеты, тоже очень разнообразные и объемные. Очень интересная техника и необычная. Это вы можете рисовать без использования кистей. Это курс контуры и тампановка. И благодаря этой технике можно рисовать тоже самые разнообразные сюжеты. Это и, конечно же, красивые букеты цветов, и птиц, и бабочек. Как работать с контурами, что такое тампановка. Это все вы узнаете на курсе и также в нашем пробном уроке. Жанр иллюстративной живописи у нас посвящен курс «Открытки времен года». И здесь вы создаете замечательные компоненты с пейзажами. Это курс декоративного пейзажа. Используем здесь только гуашь. Можно, конечно, и акрил по вашему желанию. Он специально был записан от гуашьей краски. Очень разные здесь мотивы, виды. Напоминают нам любимые всеми с детства детские иллюстрации. Да, и открытки наших советских художников тоже здесь по мотивам делали. Нет, там сюжеты. Конечно, это будет вас память в каком-либо времени года, когда вы создаете вот такие интересные панно или миниатюрную открыточку нарисуете своим друзьям. И сюжетов очень много. Мы только часть из них показываем. Приемы тоже есть и графические, и кистевые. И имитация марка. И также имитация масляной живописи. Тоже в этой технике присутствует. И также имитация, видите, как рисование по бересте. Ну, вот здесь мы переходим уже. Плавно переходит у нас зима и весну. Есть сюжеты городского пейзаж. Здесь вы сможете изображать и городской пейзаж, и пейзаж с яхтами на море. Как яркие, многоцветные композиции, так и монохромные. Здесь только часть из них, поэтому вы можете знакомиться с подробнее, с курсом, какие еще есть темы на наших сайтах. Следующий курс, который мы представляем вам, это курс ретро-графика. На нем даются очень важные навыки для любого художника. Навыки владеть карандашом, создавать эскизы, зарисовки, рисовать какие-то проекты. Это необходимо для любого творческого человека. Чем бы вы ни занимались, вышивкой, шитьем, росписью, создавать эскиз карандашей, вам поможет этот курс. Здесь курс именно иллюстративного жанра, но и даются все важные навыки, которые необходимы художнику. Владеть линией, штриховкой, светотенью, все это освоите благодаря вот таким интересным, увлекательным сюжетам. И следующий курс графики, это курс графика в цвете. У нас есть цветы в графике. Здесь вы создаете букеты цветов, самых разнообразных оттенков. С помощью цветных карандашей и линера. Это тонкий фломастер. Или тонкая ручка. Здесь не только цветы, но и ягоды и фрукты. Тоже у нас есть два курса. Ну а продолжение графики у нас стал курс, эко-курс, потому что он использует необычные материалы, раз-два кофе или чаю. Также вы можете применить вместо них акварель. У нас есть курс монохромной графики, фрукты и ягоды в монохроме. Рисуем мы здесь по акварельной бумаге и тоже используем линер. А сейчас, друзья, мы приглашаем вас познакомиться со всеми этими жанрами, росписи, картины, живописи, графики на пробных уроках. И напишите нам, пожалуйста, понравились вам уроки, что у вас получилось, какие у вас вопросы есть и пожелания.